Здравствуйте дорогие друзья! Несмотря на майские праздники, которых нет в Америке, вышла третья тестовая сборка iOS 11.4 для разработчиков и бета-тестеров. Прошивка готовится к финальному релизу и ничего нового в плане функциональности не добавили, но было пофиксено два очень раздражающих бага. Первый связан с функцией 3D Touch, о нем еще писали подписчики нашего канала. После разблокировки устройства еще в течение нескольких секунд нельзя было бы воспользоваться глубоким нажатием. Сценарий использования прост, вы разблокируете устройство и хотите быстро через 3D Touch открыть избранные контакты, ну к примеру если для вас виджет неприемлем, но вместо этого попадаете в режим удаления приложений и перемещения иконок. А теперь все супер, разблокировали избранные набор номера. Второй баг заключается в том, что слайдер регулировки громкости в пункте управления не сопоставлял изменения показаний в уровне, который регулировался кнопками. И громкость изменялась не на требуемый уровень. Сейчас взаимодействие двух способов подкорректировали, ну так сказать восстановили синхронизацию и все отображается и изменяется пропорционально. Что касается синтетических тестов, то в Geekbench 4 практически без изменений. А вот тест Antutu обновился до 7 версии. Там появились новые алгоритмы и заставки, так что сравнивать его с предыдущими версиями не считают целесообразным. Да и разработчики не считают тоже. Но результаты конечно же выведу. Полевые тесты показывают, что на iPhone 5s и iPhone 6 последний финальный релиз iOS 11 3.1 работает чуточку быстрее. На iPhone 7 и более свежих устройствах производительность осталась на прежнем уровне. Думал к финальному релизу iOS 11.4 поработают над оптимизацией и на старых устройствах. В комментариях делитесь о своих впечатлениях от использования новой прошивки. В том числе и автономности. А то сами понимаете, что за 12 часов ни о каких более менее объективных ощущениях и речи быть не может. А также о всех найденных изменениях в новой прошивке. Всем добра и до скорых встреч.